Ребята, всем привет! Делаю ревизию компрессора станции своей. У меня шланги уже полупали, здесь два года. Два года отработала удачность, но шланги. Я поэтому все время стал сюда шланг на полдюйма приваривать и вот такую гибкую подводку ставить. Неудобно менять его. Посмотрите, что получается. Два компрессора. Они по 4 микрофарада. Можно 4, можно 8. Они дают выигрыш в том, что можно включать компрессор при давлении 6-8 атмосфер. Даже здесь не можно. Без них включаться не будет. И вот, ребята, что получается. Вот это релье от водяной станции, релье давления. Это тоже бак. 24 литра от водяной станции. Это вот фильтр. Масло-влагоделитель уже идет на выходе с компрессора, чтобы можно было красить. Влага тут поделяется и масло. Компрессор, ребята, я отрегулировал. Релье отрегулятором. Он у меня отключается на 6, включается на 3,5-4. Когда воздуху надо больше. Бывают случаи, когда воздуху нужно больше. Тогда берем просто вот эти вот вилки от двух компрессоров. Вот они, отдельно, с теносаторами. Вставляем любой стройник, чтобы было два вывода. И они работают без этого релье. И догоняют у меня давление до 8 атмосфер. Я вот так на нас строил. И вот это вот, ребята, предохранительный клапан от водонагревателя. Я вот тут настроил. Тут была заглушка. Я снял на 8 атмосфер. И оно лишнее давление стравливает. У вас получается в этом баке расширителем всегда хорошее давление. И работать можно даже 2 часа. Работает, работает. Пока. Вы же не будете постоянно без перерыва работать. А так, ребята, вот получается, один включаете. Вот он работает у вас. Если воздуху мало, включайте второй, чтобы была производительность большая. Вот это вот шланг подсоединяется с автомобильным от колеса. Был бы быстросъем. И все. Получается, ребята, компрессор с производительностью повышенный. Потому что, когда не надо, чтобы он отключался. Как и, например, по крайней мере, большие поверхности, холодильника там или детали автомобиля. Просто не через реле регулятор его, а обычный двойник. Вставляете, отсюда у вас выходит лишний воздух. Никаких, ребята, флагоделителей от компрессора в ресивере я не стал делать. Это ни к чему. Без колеса должен собираться на додавание бака. Раз месяц его отвернули, краник, открыли его, поклонили его, съели и все. Выход воздуха чисто должен быть из этого флагоделителя уже на потребителя. Таким компрессором, ребята, вот таким конструктором можно свободно смело красить. Но если аэророфом, вот таким художником, работают, вполне хватает одного-то горшка. Это же, наверное, годами. Ничего вы думаете, не надо. Ну вот, ребята, все. Просто делаю ревизию и решу показать. Как его делать, я сейчас не буду показывать. Просто обзор хорошего инструмента. Кстати, если у кого пневмоштеплер есть, очень удобно. Вполне хватает для пневмоштеплера, для работы. Посмотрите, вот, разъемный вариант. Зазор, ручку выкинут в машину. Это отдельно. И все, ребята. Очень удобно. Я их уже кучу переделал. Всем удачи. На днях покажу, как подсоединить любой компрессор от водильника без кислородия. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.